Всем привет! Меня зовут Меньшова Юлия. Кто еще не знал, кто только недавно подписался на мой канал, я блогер, а также визажист, преподаватель визажа, причесок и архитектуры бровей. И в этом видео оно будет несколько болтологическое. Я хочу рассказать о себе, а также поделиться своим мнением о сегодняшних тенденциях в визаже, о том, что меня беспокоит и к чему я хочу прийти, например. Также рассказать о том, чем я занимаюсь и о своей преподавательской деятельности, также о правильном выборе школы макияжа. Начнем с того, что я изначально была блогером, то есть я начала в 2010 году заниматься блогерством, просто снимала видео макияжа непрофессиональные, потому что я не была профессиональным визажистом или косметологом, например. И мне просто заставляло это большое удовольствие снимать видео именно макияжного плана, делать обзоры и общаться с своими подписчиками. И где-то через год я стала заниматься профессиональным визажем. Я отучилась в школе визажа у нас в Краснодаре. И на тот момент это была одна из лучших школ, но выйдя после этого обучения, я поняла, что мне недостаточно. Я еще переучилась, училась в других школах и хотела на мастер-классы. До сих пор занимаюсь, в принципе, самосовершенствованием. До сих пор я хожу на все мастер-классы, которые возможны в Краснодаре. До сих пор стараюсь улучшить свою технику и вообще видение макияжа. И, кстати, о видении макияжа я хочу поделиться с вами своими некоторыми моментами, мыслями в том, что сейчас модно, популярно, что уже умерло, да, так скажем, что уже умирает. Но многие визажисты продолжают работать в таком плане и предлагать это клиентам, что не всегда правильно. И некоторые клиенты, смотря Инстаграм, просят делать такие макияжи, которые совершенно не подойдут, совершенно будут уродовать их люди. Прежде всего нужно помнить о том, что то, чем у нас учили 5-6 лет назад, 10 лет, 15 лет назад, это совершенно уже все поменялось. Сейчас совсем другие тенденции, другие текстуры, материалы. И нужно визажисту обязательно подстраиваться под эти моменты. Визажисту нужно постоянно следить за тенденциями, новинками, также за тем, что происходит вокруг. То есть не нужно замыкаться на том, чему тебе научили в школе визажа. Нужно постоянно ходить на мастер-классы и постоянно учиться новому. Наша профессия на таково, что если ты будешь стоять на месте, то тебя забудут. И ты просто станешь неинтересен. Многие школы грешат тем, что продолжают учить по старинке, преподают в старую школу визажа. Но я считаю, что это неправильно. Прежде всего, потому что наш клиент, он также растет и совершенствуется, смотря различные соцсети, то есть Инстаграм, а также Ютуб, а также рекламу и то, что ему предлагают в магазине консультанты, и то, что предлагается массированной рекламой. То есть наши клиенты, любимые, они также растут и изменяются. И мы не можем стоять на месте и не можем предлагать им то, что уже не модно. Поэтому я все время, смотря на визажистов некоторых, которые застряли в 2005 году, сама, кстати, чуть не стала такой, и выполняла макияж. Закрившись на том, что я знаю, что я визажист, я должна выполнить прежде всего технически правильно, а затем уже, например, то, что хочется клиенту. Но самое главное, что мы должны сейчас преследовать визажи, мы должны сделать человека красивым, ему должно это нравиться, ему должно это подходить. Да, пусть у него будут нависшие веки, пусть у него будет несимметричное лицо. Самое главное, не исправить это технически. Вот это не первое, что раньше было. То есть нас учили, что самое главное в макияже мы должны исправить внешность человека. Если что-то там упало, падает, широкое лицо, сделать более худым, широкий нос более худым. Не это самое главное. Самое главное сделать его красивым. То есть, чтобы он нравился себе в зеркале, не перекроить человека от и до, а улучшить и не сделать его другим человеком, сделать его с собой, но гораздо лучшей версией. Поэтому, когда к вам приходит клиент, вы прежде всего посмотрите на него со стороны и подумайте не о его недостатках, как и раньше нас учили, а подумайте о том, что ему может подойти, что его сделает более красивым. И из этого вытекает прежде всего для визажистов, для начинающих визажистов или тех, кто хотят выбрать школу визажа, по каким критериям нужно выбирать школу визажа. Потому что для меня был тоже очень проблемный вопрос. Я вообще не знала, хотя я уже была блогером, я вообще не знала, на какие пункты нужно опереться. Но прежде всего, из этого вытекает то, что я сейчас вам до этого рассказывала, что школа должна идти в ногу со временем. Может быть, это не школа будет, а визажист, которому вы пойдете учиться, что сейчас больше пользуется популярностью, потому что зачастую визажист, который будет обучать индивидуально, или визажист, который работает сам по себе, не на какую-то школу, он выполнит обучение, сделает ваше обучение более качественным, профессиональным, потому что он работает на себя, ему важен авторитет, и важно свое имя продвинуть, и не запороть их, скажем. А школы не заботятся очень сильно об этом. Плюс зачастую школа, которая многопрофильная, в которой, кстати, преподавала, в одной из которых преподавала, они направлены больше на извлечение прибыли, ну, так и есть, хотя мы тоже работаем за деньги, но для единичного визажиста важнее, прежде всего, его репутация, потому что не деньги как таковые, а репутация. Если репутация будет нарушена, то к нему уже больше никто не подойдет, поэтому он изо всех сил старается научить, старается показать все самое лучшее, что он сам знает. Поэтому, когда вы видите в интернете очень громкие названия школ, очень какие-то привлекающие своим названием, вы внимательно ознакомитесь, действительно ли там преподают те знания, дают те знания, которые заявлены на сайт, дадут те знания, которые вы хотите получить. Действительно ли вы, выйдя из этой школы, пройдя обучение, сможете работать, сможете делать по-другому? Поэтому это важный пункт. Ну, второй пункт, конечно же, нужно смотреть на работу учеников, вообще есть ли работы учеников, на работы преподавателя, потому что сейчас не секрет, все преподаватели выставляют свои работы в Инстаграм, все преподаватели выставляют свои работы учеников, и как бы здесь нет сложности посмотреть все это. Другой вопрос. Если у преподавателя нет собственных работ, то это очень наводит на размышления. Чем занимается тогда он? Он только преподает, например, тогда только преподающий, не практикующий с клиентами преподаватель, он оторван от реальности. Это, наверное, один из самых главных пунктов, что преподаватель не должен зацикливаться только на преподавании, он должен работать с обычными живыми клиентами, потому что кто, как и не клиент, принесет нам новость о том, что что-то изменилось, о том, что что-то не нравится. В определенном регионе, например, в Краснодарском крае у нас такие-то макияжи, и девушкам из определенного круга нравятся такие макияжи, несмотря на то, что во всем мире уже фэшн, уже совсем не так. По регионам, например, в Москве там немножко другие макияжи, в Питере другие. Ну, я так утрирую. Поэтому работающий визажист с клиентами, он знает, что нравится клиентам. Визажист, который только преподает, он не знает, что нравится клиентам. Он знает то, чему его научили на мастер-классе, на обучении его собственном. И он не рождает свою технику, не рождает свое видение макияжа. То есть, визажист, который преподает, и плюс практикует, он рождает, так скажем, собственное видение макияжа. Не то видение, которое ему научили, а собственное. То есть, получается, он обучает своей авторской методике, авторской технике и взглядом на макияж. Но у нас есть топовые визажисты, которые только преподают. Но вы посмотрите внимательнее. Даже сейчас топовые визажисты все равно работают с клиентами. Они не перестают общаться. Поэтому выбираю себе преподавателя. Посмотрите, есть ли у него вообще работы обычные. Нет фотошопленные фотографом. Обычные работы, снятые на айфон, на телефон. Просто выставлены в инстаграм. Такие работы должны быть. Когда преподаватель красит невесту, конечно, он же ее сфотографирует. Это должно быть обязательно. Если таких работ нет, то стоит задуматься. Еще самый главный момент, на который стоит остановиться при выборе школы, это, конечно же, косметика, на которой преподает визажист или на которой работает школа. Самое классное, конечно, когда в школе присутствует очень много марок. И эти марки модны и популярны. Когда школа следит за изменившимися тенденциями. Хуже, когда школа работает на одной марке и, соответственно, она продает эту марку. И что вытекает из этого, что вы будете тоже изначально работать на этой марке. Но ни в одной марке нет идеально хороших продуктов всех. То есть визажист должен работать на сборной солянке. Потому что в одной марке есть хорошие, например, тени. Но, например, подводки плохие. В другой марке есть хорошие тональные, но тени плохие. Поэтому лучше всего, когда школа визажист работает на профессиональной, сейчас уже допускается и люксовой косметике, потому что эта люксовая косметика подтянулась уже под профессиональную. Не на дешевых марках, на среднем ценовом уровне и на высоком ценовом уровне. Это вообще даже... Это вам, значит, очень повезло. Ну и самое главное, что нужно видеть при выборе школы. Какие техники и вообще какие макияжи отрабатываются на уроках? Школа должна, конечно же, следить за тенденциями, изменившимися какими-то веяниями. Нельзя рисовать на лицах моделей ради макияжа, чем грешат очень многие школы. Я даже сама сейчас преподаю не так, как преподавала три года назад, потому что за буквально полтора года всё изменилось. Сейчас, как я уже говорила, главное сделать человека красивым, и чтобы ему подходило, и не рисовать макияж ради макияжа. Смотрю, в нашем городе очень много таких визажистов, или даже есть некоторые школы, которые до сих пор по старинке рисуют графику на лицах, которым эта графика совершенно не подходит. Лишь бы отработать так пресловутый банан, птичку, разъём. И сейчас я вот сама отошла от графичных макияжей, потому что это уже не модно. Потому что модные только там два графичных, может быть, макияжей, то более смягчённые. А если визажист рисует до сих пор вот эти устаревшие, олдскульные макияжи, то я думаю, что он не научит вас адаптировать эти макияжи сразу же на клиента. Да, вы, может быть, технику подхватите и смотрят после школы, и взяв первого клиента, вы не сможете адаптировать эти макияжи на обычное лицо, не модельное. Поэтому тут чунило. Я надеюсь, я попыталась учесть все моменты, которые необходимы начинающему визажисту. И ещё один маленький пункт, это количество учащихся в вашей группе. 10-15 человек, это недопустимо. Ничему не научитесь, сразу говорю. 3-5 человек, это самое оптимальное количество. Даже 7, это уже большое количество человек. Тяжело воспринимать информацию, и ваш преподаватель просто не справится. Он не сможет подойти ко всем сразу и исправить ваши ошибки. Вы уже накосячите, сделайте ошибки, и уже иногда неисправимо. Только стирать весь макияж. Поэтому оптимальное количество, это не более 5 человек. Есть школы сейчас, которые 15-20 человек берут, но я вот, например, считаю, что самое главное, это не количество, а качество. Потому что потом, выбрав такое обучение, вам придётся всё равно переучиваться, тратить время, тратить деньги. Такие вот группы, когда 10-15 человек, привлекают чем? Невысокой ценой за курс обучения. Вы внимательно подумайте, стоит ли это того, чтобы вам потратить своё время, деньги? Вам же всё равно, если вы пойдёте дальше работать, вам не будет хватать тех знаний, которые вам дали на таком образовании. Может быть, сразу стоит лучше поднакопить и выбрать более лучшее обучение, чем размениваться постоянно на вот такие мелкие курсы. И я хотела ещё рассказать о себе, о том, чем занимаюсь я. Я прежде всего визажист, и я занимаюсь этим уже больше 6 лет, преподаю 4 года, и я преподаю курсы сам себе визажист для девушек, которые хотят научиться. Красятся, хотят подобрать себе косметику, правильно её использовать. Также я провожу профессиональные курсы для визажистов, которые хотят работать, отработка на моделях, и там есть разные курсы. Если вас интересует, вы можете всё посмотреть у меня в группе ВКонтакте, либо задать лично. И также провожу повышение квалификации для тех, кто мне не учился. Я провожу курсы по коррекции окрашивания брови, и вот сейчас с февраля также буду проводить курсы по прическам. И, конечно же, я работаю с клиентами, потому что иногда мне пишут, задают вопросы, «Юля, вы работаете с клиентом, вы делаете обычные макияжи и обычные печатки». Да, я, конечно же, потому что я за то, что преподаватель должен работать с обычными клиентами, он не должен быть оторван в действительности. поэтому я продолжаю такую практическую деятельность, и я очень люблю работать с невестами, я очень люблю работать с обычными девушками. Итак, я хочу, чтобы вы написали внизу, под этим видео, не буду закрывать комментарии, слушать, почитать ваши мысли по поводу вообще тенденций в макияже, мне интересно, о том, сталкивались вы, например, с визажистами, что вам не нравилось при выполнении макияжа, был ли какой-то печальный опыт, например, потому что это очень важно для нас, чтобы мы нормально, адекватно могли оценивать действительность. И также, кто обучался в каких-то школах, что вам не нравилось во школах, что вам понравилось, а что нет, что нужно изменить, потому что я также хочу менять какие-то свои моменты, и программу, и подход к ученикам, и для меня это очень важно. На что нужно делать преподавателю упор, что вам не нравилось в вашем преподавателе, ну, не называя конечный имен, ну, что вообще в обучении нравилось и не нравилось, то обязательно от вас комментарии, и прощаюсь с вами, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,